Партнер программы Украинская биржа Построил на собственные деньги королевскую биржу Сегодня лондонская фондовая биржа считается самой интернациональной На ней котируются около 3000 компаний из 70 стран мира Ежедневный объем торгов на лондонской бирже превышает 10 миллиардов долларов Здравствуйте, в эфире биржевая азбука Цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке В студии Виталий Школьный Тема этого выпуска Заявки, их основные виды, а также особенности торговых систем, представленных в Украине Биржевая заявка Это инструкция клиента-брокеру на покупку или продажу ценных бумаг на бирже Напомним, для того, чтобы купить или продать ценные бумаги через интернет Трейдер заполняет электронную заявку на своем торговом терминале После увода заявки она через сервер брокера попадает на биржу Где сразу же исполняется или попадает в очередь на исполнение Согласно условиям, оговоренным в заявке Различают три основные группы биржевых заявок Рыночные, лимитные и стоп-заявки Интересная группа заявок, которую я должна помнить Это лимитная заявка, где вы четко указываете цену и количество Рыночная, где вы указываете только количество, а цену получаете такая, которая сложится на рынке И стоп-заявка, это рыночная заявка, которая срабатывает при уговоренных вами условиях Обычно используется исключительно для фиксирования убытка Рыночная заявка на покупку или продажу акций исполняется по текущей рыночной цене Как правило, такая заявка исполняется мгновенно На каждый момент времени есть, скажем так, рыночная цена То есть это лучшая цена на предложение, на продажу, то есть офферы, так называемые Либо лучшая цена на покупку, это биржевый Что, по сути, отображает 7-минутный баланс спроса и предложения на определенные акции Ежели инвестор дает заявку исполнить по рынку, допустим, продать по рынку То есть значит, что он согласен на текущую рыночную цену Допустим, она торгуется 3,80 примерно на 4 гривен То значит, что он согласен ее исполнить в районе 3,80 То есть он дает брокеру заявку и брокер ее исполняет тут же Рыночная заявка, в принципе, довольно опасна Потому что если вы подаете заявку с большим количеством То в текущий момент может не быть столько покупателей или продавцов Чтобы удовлетворить вас по хорошей цене И вы можете часть своих продать, допустим, по более низким ценам Или купить, соответственно, по более высоким Поэтому рыночной заявкой надо пользоваться осторожно В лимитной заявке указывается цена, по которой вы хотите купить или продать акции Иными словами, это приказ купить не дороже, чем или продать не дешевле, чем вы установили в заявке И последняя группа – условные заявки В них вы определяете условия, при выполнении которых заявка активируется К таким относятся стоп-заявки Трейд указывает цену, при достижении которой заявка становится активной И исполняется как обычная рыночная или лимитная Если вы хотите, например, зафиксировать ваш потенциальный убыток В операции покупки ценной бумаги, например, вы купили по 100 гривен ценной бумаги И если цена упадет прямо на 10 гривен, вы хотите выйти из позиции То есть зафиксировать ваш убыток 10 гривен, чтобы не потерять в следующем больше Вы ставите заявочку, указываете, что когда цена достигнет 90 гривен То продать по существующей цене на тот момент ваши акции Когда цена дойдет 90 гривен, сработает эта заявочка Стоп-ордер, который, так называется, стоп-ордер, превратится в рыночный И закроет вашу позицию, то есть акции будут проданы Все условные заявки хранятся на сервере брокера То есть если заявка, которая лимитная или рыночная Она сразу отправляется в торговую систему биржи И либо там выполняется, либо становится в очередь заявка То все условные заявки хранятся на сервере у брокера Даже если вы что-то купили, какой-то актив, поставили стоп-заявку И даже если у вас пропал интернет или свет, и вы не можете подключиться к системе Ваша заявка хранится у брокера И независимо от того, следите вы за ней или нет, она будет исполнена Понимая, какие существуют виды заявок Теперь очень просто освоят заполнение заявки в торговой системе, которой вы пользуетесь Напомним, самые распространенные в Украине торговые системы Квик, SmartTrade и Web2L Доказавшие свою надежность и удобство годами успешной работы на российском фондовом рынке Самая распространенная платформа для интернет-трейдинга в Украине Квик Система Квик обладает оптимальным набором всех необходимых для трейдинга функций Что и обеспечило ей большую популярность среди брокеров и их клиентов От нее практически не отличается техническими возможностями только интерфейсом терминал SmartTrade Многооконный интерфейс Очень гибкий и удобный, который вы можете менять под себя Также возможность использования 20 основных индикаторов технического анализа От наложения их на график Наш торговый терминал может также транслировать новости в онлайн режиме от ведущих новостных компаний Также существует возможность экспорта котировок во внешние пакеты технического анализа Еще одна торговая система, которую предлагают брокеры Web2L Она сделана в виде веб-интерфейса То есть не надо устанавливать отдельное программное обеспечение То есть, по сути, находясь в любом месте земного шара То есть, имея интернет-экспор, можно спокойно достучаться к своему терминалу, счету И торговать оттуда А основной акцент сделан на скорость исполнения заявок Поэтому интерфейс прощен до невозможности Он очень похож на таблицу Excel То есть, основная задача терминала – это быстро исполнять заявку Выбор той или иной торговой системы – дело личных предпочтений Важно помнить, что основная задача любой торговой системы – безопасно и быстро выдавать заявки на биржу В принципе, все терминалы, которые представлены на рынке Украины У них одна функция И особого функционального отличия между ними нет Причем могут отличаться терминалы – это в основном интерфейс То есть, если человеку удобно работать с этим интерфейсом, он выберет терминал, который ему более удобен Точку не ставим В следующем выпуске «Биржевой азбуки» поговорим о том, как правильно выбрать брокера Не пропустите Партнер программы «Украинская биржа» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова